От винта! Здравствуйте! Это 105-й выпуск Флайт ТВ. Единственная в России телепрограмма, целиком и полностью посвященная авиации общего назначения. В студии, как всегда, Александр Швыткин. От винта! Новости авиации. Когда-то в СССР было порядка 60 юношеских планерных школ, где учились летать сотни мальчишек и девчонок. С 16 по 19 годы Федерация планерного спорта России провела серьезную подготовку, чтобы сделать легитимными полеты для детей в современных юношеских планерных школах в формате спортивных секций. Теперь любой желающий может взять в Федерации необходимые документы и открыть юношескую школу. Материальная часть минимальная. Это детский планер от 350 тысяч рублей и простейшая лебедка от 100 тысяч. Приобрести БРО-11М можно в Сибниа. Лебедку заказать там же или изготовить самостоятельно. Для занятий подойдет любое ровное поле длиной не менее 400 метров. Если умеете общаться с чиновниками, часть денег, вкладываемых в юношескую планерную школу, можно вернуть через субсидии Минспорта, а также из муниципальных средств вашего региона. Один планер за сезон позволит обучить до 30 детей с 12 лет. Как показывает практика, это лучший возраст для того, чтобы увлечь небом начинающего интересоваться миром подростка. Для учебы потребуется 2 месяца теоретических занятий с детьми и несколько месяцев на пробежки и подлеты. Если ребенок захочет летать, потом он сможет пойти в летные училища и гражданские академии или стать частным пилотом на вашем аэродроме. Подписала на Министерство спорта разрешение занятий с детьми с 12 лет. Это очень, скажем так, хорошее решение, потому что нам нужны именно дети 12-10 лет. На базе семья производятся планеры детские, сертифицированные. Обучать по такой методике можно и взрослых, которые захотят учиться летать на самолете до 115 килограммов. Это легально, а со взрослых можно брать деньги на оплату работы инструктора. Учебный планер летает только за тросом. Ему нужно 500-800 метров ровного поля. И упреждая возможные вопросы родителей, учебный планер сам по себе безопасен и специально разработан для полетов детей. Весь процесс обучения под контролем у инструктора. Инструктор контролирует подъем планера на тросе. Даже если будет порыв ветра, он не может там оторваться, там куда-то улететь на 20 метров, как многие спрашивают, а может ли так и случиться? Нет. Весь процесс под контролем. Обучение может быть как платным, так и бесплатным, если найдутся желающие учить детей безвозмездно. Теорию и практику полетов рассказывает инструктор, стать которым может любой летчик. Подготовка инструктора юношеской планерной школы ведется тоже в Новосибирске, в Сибниа. Если хотите участвовать в этом проекте и учить детей и взрослых полетам на планере, звоните по левому телефону. Если хотите научиться летать, узнать подробности и куда записаться, по правому. В прошлом выпуске программы мы познакомили вас с авиационным учебным центром «Сибирская авиабаза». Сюжет вызвал немало откликов, появились вопросы, и мы решили продолжить знакомство. Желающие учиться в авиационном учебном центре делятся в основном на три группы. У первой — это мечта детства, и они приходят и в 25, и в 55 лет, как позволяют финансы. Вторая группа — это партизаны, которые уже умеют летать, но им надоело прятаться вокруг своих аэродромов. И третья группа — нежелающие расставаться с небом отставные военлеты. К нам учебный центр. Как приходят и перворазники, которые вообще никогда ни на чем не летали. Приходит много нелегалов, которые сейчас пытаются легализовать себя в плане получения пилотского. Приходят бывшие военные, которые неважно, на чем летали. Транспортники, реактивные самолеты. Народ разный. У каждой группы курсантов свои особенности, и инструкторы «Сибирской авиабазы» за 8 лет уже наработали свои методики, как лучше всего научить тех или иных. Например, пилоты-партизаны из молодых умеют летать, но обычно не разбираются в картах, в планировании и прокладывании маршрутов. «Они абсолютно ничего не понимают. Просто летают и все, просто летают. У них понятия, какие-то там навигации, аэродинамики, очень-очень далекие. С ними приходится работать. Основным теоретическая подготовка. Они не умеют вести радиосвязь абсолютно. У них понятия этого нет, как радиосвязь. Вот. Далее, далее. Полеты, скажем так, на каких-то высотах определенных. Вот. Ну, своего рода расчеты навигационные. Вот. Выдерживание курса». Есть среди партизаны так называемая «старая школа», которые летают с свидетельствами авиационного специалиста ДСАФ или полученными в нулевые годы пилотскими ФЛА и Федерации сверхлегкой авиации. Они, как правило, умеют почти все, но их документы нелегитимны. «Если там человек где-то с поля взлетал, немножко потихоньку полетал для своих каких-то интересов, присел, ну, то есть такой, чисто партизанский, то теперь это уже не устраивает. Это уже неинтересно. Хочется летать куда-нибудь, ну, вон в аэропорт. У нас в программе обучения мы летаем с посадкой в международном аэропорту. У нас в Центральном. Наши курсанты туда летают, садятся. То есть можно, хочется летать куда-то из города в город. И уже возможность партизанского метода, что ли, полетов, они здесь уже, их недостаточно. Человек сам понимает, что ему надо обретать реальное пилотское для того, чтобы реально вот уже в небе быть не каким-то таким изгоем, а хозяином». Вторая группа курсантов «АУЦ» — отставные военлеты и гражданские пилоты с советской техники, которые не смогли или не захотели учить английский и осваивать иномарки. Они в совершенстве знают теоретическую часть и могут проложить маршрут хоть в Антарктиду. Но почти у всех профессионалов, пересевших с многодвигательной реактивной техники, на самолет с одним поршневым мотором возникают одни и те же неочевидные трудности. «С военными, да, немножко бывает проблема. Какие-то маневры выполняют непонятные для нас в другой раз. Да, с ними приходится работать немножко сложнее. Они все пытаются куда-то мчаться. Все пытаются. На виражах они пытаются, как правило, завалить побольше крен. То есть это, скажем так, непроизвольно, это заучено, что все это они выполняют на каком-то подсознании. На прямой, когда выходишь напрямую на посадку, тоже невыдерживание скоростей часто разгоняют самолеты. И для них это нормальное явление. Когда говоришь, убирай скорость, куда ты гонишь, они говорят, нормально. То есть то, что для них раньше было очевидно, для них это сейчас становится все новое. Он же уже имеет какой-то опыт. Они у него уже сидят глубоко в подсознании. Мы когда управляем чем-нибудь, воздушным судном или автомобилем, мы же не думаем, на какой угол повернуть руль, да? Это все глаза видят, руки-ноги делают. И вот этот автоматизм, который привит с ошибками, его приходится сначала искоренять, а потом учить заново. Продолжая аналогию с автомобилем, пилоты с реактивной техникой, как профессиональные автогонщики, которые на обычном автомобиле постоянно дергают коробку передач и играют на дорогах в шашки с обгонами других машин. Таким курсантам важно вовремя, как говорят некоторые инструкторы, выдернуть лишние перья и объяснить границы дозволенного на легком и сверхлегком самолете. Ну а для новичков, у которых вообще нет летного опыта, важно все. И для них здесь все условия. Так, например, Сибирская авиабаза — единственный в России авиационный учебный центр с постоянной зоной ограничения полетов, или, как говорят авиаторы, за предкой. К ним нельзя прилетать просто так из внешнего мира, нельзя пересекать транзитом и зону их маршрутных полетов. Если человек вылетел первый раз самостоятельно, у него хватает волнения, у него хватает всевозможных вводных. А если при этом еще кто-то в эту зону влетит, ну, не совсем ожидаемо. Это будет дополнительная нервозная вводная. Зона ограничения полетов создает идеальные условия и защиту от посторонних бортов. Также с ее помощью курсанты официально общаются только с руководителем полетов своего аэродрома, несмотря на то, что они находятся в зоне Си и формально должны поддерживать связь с городским аэропортом. Как оказалось, для многих новичков это тоже важно. Зона ограничения полетов создана для выполнения учебно-тренировочных полетов, для их правильности, для их удобства, для освоения слушателям основ радиообмена, навигации. Для того, чтобы человек, впервые занимающийся разговором, радиообменом, и человек, который отлетал много лет уже партизаном, и не дай бог где-то нажать на кнопку, чувствовал себя уверенно. Связь с омским аэропортом при этом, конечно же, поддерживается. Курсанты сибирской авиабазы во время учебы как настоящие пилоты летают в действующий городской аэропорт, приземляются и взлетают там по всем схемам захода наравне с рейсовыми Боингами. Это сотрудничество стало возможным благодаря лояльному отношению руководства Омского аэропорта и его генерального директора Михаила Бермана. Еще один плюс Омского авиационного учебного центра – после окончания обучения здесь выдают не документы, с которыми курсант сам едет в МТУ, как в большинстве других АУЦ, а вручают пилотское, выданное западно-сибирским МТУ Росавиации. Это удобная и бесплатная опция, которую особенно ценят те, кто не любит общаться с чиновниками. Мы сами берем на себя все эти функции взаимодействия с Росавиацией, и выпускник получает свидетельство пилота. Уникальность нашего учебного центра еще состоит и в том, что во главе всего стоят человеческие отношения. И многие те, кто учились у нас, кто его закончил, наш учебный центр, они это ощутили, они это чувствуют, они это понимают. Поэтому остается только пригласить новых слушателей, новых курсантов, для того, чтобы реализовать свою давнюю мечту для кого-то, либо легализоваться для других. Есть, что предложить сибирской авиабазе и тем, у кого с документами все в порядке, расширить свои возможности и освоить новую категорию. В ближайшее время мы запускаем программы переучивания с частного пилота коммерческого линейного на пилота СВС. И с пилота СВС на частного пилота. Дополнительная программа, которая подписана и утверждена, и в ближайшее время будет работать, это подготовка пилота-инструктора СВС. Программа переподготовки с сверхлегкого на легкое воздушное судно состоит из 48 академических часов, теоретической подготовки и 25 часов летной. Она будет стоить примерно 350 тысяч рублей. В программе переподготовки с ППЛ и даже СПЛ на сверхлегкое воздушное судно 33 академических часа теории и 15 часов летной практики, в основном самостоятельных полетов. Ее примерная цена – 250 тысяч рублей. Подготовка пилота-инструктора СВС – это 54 часа основ педагогики и методики летного обучения, 21 час наземной и тренажерной подготовки и 26 часов летной практики, где сначала отрабатывается пилотирование с правого кресла, а потом инструкторские навыки. За получение инструкторского допуска нужно будет заплатить примерно 400 тысяч рублей. Таких программ переподготовки и обучения на инструктора сверхлегких самолетов в других российских АУЦ тоже нет. И это третья уникальная особенность сибирской авиабазы. Появились дополнительные вопросы, контакты на экране. 105 выпуск «Флайт ТВ» подошел к концу. Если он вам понравился, поддержите нас, пожалуйста, лайками на ютубе и в соцсетях, а по возможности финансово. Даже 100 рублей будут не лишними, особенно в зимний период. Далее в рубрике без комментариев красота ночных авиашоу, которых в России нет, к сожалению. А я с вами прощаюсь. Встречного вам на взлете и попутного в полете! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok